Это Мценск, северная его окраина, мемориал славы. Реактивный миномет БМ-13 «Катюша» и пушки «ЗИС» установлены здесь, на въезде в город, в память об октябре 41-го года. Тогда наши под Мценском сдерживали наступление фрицев, прорущих на Москву. Били по ним и «Катюшами». Она и пушки установлены здесь еще и в память о 43-м годе, когда Мценск освобождали, и в память об апреле года 42-го, когда была предпринята попытка город отбить. Основные удары, которые наносились, это было на высоту 208 со стороны нижней зарощи и высота 230. Здесь на 214-ю высоту должен был быть вспомогательный удар силы до роты. То есть, как бы, ну, отвлекающий маневр. 27 апреля 42-го года началась эта операция. Нашим войскам удалось захватить все три высоты – 230, и 214, и 6, и 208. Это и есть высота 214, и 6 – место идеальных боев. Наши тогда не смогли укрепиться, наладить оборону, и немцы контрударом восстановили свой оккупационный статус-кво. Итак, за мемориальным комплексом поля и здесь, 20 июля, в день города, в память о дедах, павших за родину и за свободу, состоится Мценский военно-исторический фестиваль, включающий реконструкцию боя за город. Начало в 5 вечера будет примерно так же. Все участники по форме, бронетехника и самое настоящее оружие того времени, правда, приспособленное для стрельбы только холостыми. Пока же организаторы фестиваля ведут поисковую разведку и готовятся восстановить в самом делешные немецкие фортификационные укрепления. Другими словами, разрыть и вычистить их траншеи, и, быть может, заново отстроить для деконструкции блиндаж-другой. Траншеи были примерно на тех местах, где мы ставим, после скоса травы. Тут уже заметны рельефы, такие неровности местности, по которым мы при проведении поисковых работ определяем перспективные места для раскопок уже. Организаторы деконструкции Мценский клуб «Батальон», которому содействует фонд президентских грантов, администрации всех уровней и коллеги из военно-исторических клубов «Орловский рубеж», «Орловская пехота», «Дороги войны» и других, даже иногородних. Так вот, откуда ребята из батальона узнали про те траншеи. Они купили у современных немцев аэрофотоснимок той поры. Вот он, наложенный на современную уже карту. И вот те траншеи. Так что зритель, который придет на деконструкцию боя, должен помнить, что это будет совсем не шоу. Заряд другой. Не развлечение и не карнавал, а урок истории. На поле, где сейчас только ягоды красные. А раньше красной здесь была пролитая кровь. Сергей Быковский, Андрей Бодискин, телеканал Первый областной.